что попал понизил поднялся значит близко от меня ну вот в таком вот вот в таком безобразии стрелял просто в то место куда побежал ну больше всего наверное для того чтобы заяц долго не думал и прибавил ходу на номера номера отстрелялись точнее на мама зали сколько хотели не знаю почему раз будем разбираться кто мазал и как могли здесь нормально стояли как могли промазать так что пойдем смотреть что там кто там а как это мог пойти учу елки-палки вот это дают стрелки загонку их вот туда в несчастье я уже слышу выстрел и он рванул вперед я ему блин я наверно понизил немного хотя ну вот дробь так легла по следу но немножко до него хотя там их забины полетели повыше но я думал я его тоже прицеплю думаю как как вы буду стрелять думаю прицеплю сейчас все равно ну видишь не пропал никто вообще ну вы полоса потом уже после выстрела моего он уже набрал подбежал да поддали в восстанавливать дорогие кумы я вас поздравляю с результативным промахом я тебя тоже поздравляю с результативным промахом определили одного охотника который пойдет по следам и будет координировать и выгонять зайца на номерах ну кто его знает если сейчас пойдет туда он че пёс доложил по радио что заяц закладывает круг идет на свою лёжку мы перестали по его курсу сейчас должен вот-вот он появится на номерах смотрим ждем как и планировалось заяц начал давать круг но на расставлены номера он не попал ну что ж становимся обратно на те номера откуда вышел заяц первый раз и будем еще раз делать попытку выгнать его а природа леса завораживала нас и рядом с нами дятел все искал себе еду ну чтож загонщик дал команду что заяц прошел по более широкому кругу и опять обошел номера но теперь он залег уже под уставшие но в желании добыть такого хитреца мы планируем новый загон и начали расставляться на свои позиции и косой опять не заставил себя ждать и и и и и и и и и на самом деле сложно передать те эмоции и переживания которые происходят у охотника во время этого момента адреналин настолько бьет по крови что едва справляешься с эмоциями ну ты ему насыпал там должен был первый попасть ну пошли вперед он пошел должен быть сильно ранен и туда вот к вам за угол но есть стороны не Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok Красота! Михалыч, тут столько следов, что тут просто за голову браться, тут нельзя толку добрать. В общем, стой на том входном, пацаны, оттуда сюда, сейчас буду что-то думать дальше. А ось есть свежий след, заход. Заяць пішов на лешку. Слід трошки просыпанный, потому что иди сниг, хороший. Но когда иди сниг, то заяць не ходит, может спать сутки, двое, крутиться на квадрате 50. Сейчас наш генерал виследить и другим заходом. Это уже другой, кто и там вышел. Встанете. Один, два, три, и третий аж туда. Там такой будет извилина. За ту извилину встанете. Доля врага. Знаешь, да? Знаете? Значит, доля врага. Мы вдвоем, Анлюха. Ты все устал? Все, Михалыч, оттуда. Отстаньте. Готовый дороги встанет. Она не оставляет ее сантиметр. Он идет сзади. Здесь. Встанет. Готовый дорогой. Если здесь. Если мы пытаемся, что-то подняться, то, что поднимется, тогда уже будет разбираться. Потому что реально у нас нету драпор. Малыша! Зацепиться хоть за один след не удавалось Валил свежий снег и обилие троп скутали нас Ну и устало, что же давало себе знать Вот и все, пора заканчивать охоту Сашка, наверное, именно так должен после охоты возвращаться охотник, да? Един тянуть лапы Невыносимо тяжелое ружье на плече И он как может из всех сил пытается дотащить это все до дому Как тебе охота? Охота отличная Устали Но не безрезультатно Добыли подрывайчиков Все, в принципе, хорошо Уже смеркается Будем, пожалуй, заканчивать Если сейчас, конечно, Коля ничего не найдет нам Хай ему греться Начинает быстро стемнеть И теперь пришло время разжечь очаг И при свете костра поделиться всеми сегодняшними переживаниями Ребята, охота закончена Мы добыли свои трофеи И как любая порядочная охота всегда должна заканчиваться у костра Потому что если нет костра, это не охота Обязательно нужно посидеть у костра Пообщаться с товарищами Рассказать, кто что видел Кто как стрелял Поделиться эмоциями Выпить по 50 грамм И тогда только можно ехать со смелой и чистой совестью домой Мы охоту закончили Будьте здоровы Дальше мы обсуждаем И общаемся у костра О том, как прошла охота И кто что видел Вот так вот закончилась очередная Но при этом незабываемая охота на зайца Которая подарила нам хорошее настроение На всю грядущую неделю И уйму позитивных воспоминаний на всю жизнь ПЕСНЯ ПЕСНЯ